Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем бесплатный вебинар по эзотерике. Меня зовут Андрей Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. Как всегда по пятницам я провожу бесплатный вебинар, который посвящен какой-нибудь теме, а также отдельно ответам на вопросы, которые являются для вас нужными. Вопросами, связанными с эзотерикой, с положением веществ в миру и так далее. Сегодняшняя наша тема, она должна быть, наверное, такой злободневной. И вы, наверное, знаете о том, что я отказал одному из учеников школы Кайлас проводить Сангая. И поэтому наша тема будет звучать так. Прав ли был учитель? И будет звучать так. Как выбрать себе духовного наставника, учителя? Какими пользоваться для этого предметами? Что должен знать человек в тот момент, когда он выбирает для себя духовного учителя или духовного наставника? Очень часто те люди, которые начинают заниматься эзотерикой, они ставят на первое место возможность зарабатывать. Я хочу сказать вам, что это неправильная позиция вещей. Я считаю, что человек, который начинает работать с людьми, этот человек должен уже эзотерикой или при помощи эзотерики и магии, уже должен научиться зарабатывать деньги, не используя эзотерику и магию в виде преподавания. Таким образом, я хочу сказать вам, что, конечно же, мне очень важно, чтобы люди не зарабатывали при помощи эзотерики, а были уже успешными эзотериками. И в случае, если они собираются зарабатывать деньги, то пусть они зарабатывают деньги какой-нибудь работой. То есть предпринимательской деятельностью пусть они зарабатывают на чем-то другом. Так было и в моей жизни. Я могу сказать, что я не заработал на том, чтобы вести школу, и это было не основной моей деятельностью. Я могу сказать, что до момента образования эзотерической школы Кайлас я уже был достаточно обеспеченным человеком. В момент того, когда я начал работать или преподавать в школе Кайлас, я начал заниматься отдельно бизнесом и занимался этим бизнесом достаточно активно, достаточно популярно. Ну и, в общем-то, не единственным бизнесом. Почему я не каждый день провожу Сангая, почему я не каждый день провожу семинары, почему я сейчас не принимаю особо людей? Это связано с тем, что я более активно начал заниматься бизнесом. Также я активно пишу книги, стараюсь реализовать себя на разных планах внешнего, экономического или мирового пространства. И мне хватает времени. Почему мне не нравятся некоторые преподаватели эзотерики, так как они бросают свой естественный доход и после этого рассматривают эзотерику как принципиальную возможность зарабатывать деньги? Я считаю, что это не является для человека работой. В случае, если человек собирается привести человека к духовному пути, то это точно не должно ему приносить огромного финансового дохода. Очень часто духовные учителя, а также руководители эзотерических школ говорят такие слова. Они говорят, это моя, это мной придумана информация, это эксклюзивные мои идеи и так далее. Я хочу вам сказать, что не нужно думать, что что-то новое кто-то придумывает. Как правило, все уже это в каком-то виде или каким-то образом уже существовало. Это, скорее всего, все уже известно. Просто это каким-то другим образом или в другом виде эта информация преподносится. На самом деле количество информации, которое есть и которую можно найти, включая интернет, включая книги, включая публикации, которые в разных вариациях, есть этой информации, есть какой угодно и в самом необычном виде. И когда человек говорит, что это исключительно моя информация, только я владею, это исключительно мои права и так далее, то, как правило, это не совсем будет правдой. Конечно же, человек может со временем давать свою информацию. Я могу сказать, что у меня получилось давать свою информацию только спустя 6 или 7 лет чтения эзотерической школы Кайлас. Перед тем, как выбрать для себя учителя или духовного наставника, вам необходимо посмотреть на повседневную жизнь того человека, который заявляет, что он собирается быть для вас учителем или наставником. Какая у него повседневная жизнь? Знаете ли вы, какая у него семья? Знаете ли вы, насколько он здоров и счастлив? Видели ли вы, чтобы этот человек практиковал вместе со своими учениками эти знания? Соответствуют ли его выводы или его заявления о его жизни? Вот, допустим, смотрите, я постоянно говорю о том, что в эзотерической школе Кайлас мы можем при помощи заклинаний ездить на хорошей машине. Второе. Соответствует ли это моей жизни? Я говорю о том, что семья должна стоять на первом месте у этого человека. Скажите, вы видите фотографии моей семьи? Видите меня с моей семьей во время морских курсов, куда я их очень часто беру с собой? Ведь есть же здесь люди, которые ранее приезжали ко мне в Египет на морской курс или приезжали в Трусковец на морской курс? Вы же видели, как я общаюсь со своими детьми, я общаюсь со своими близкими. Скажите, можно ли сказать, что это может являться примером для тех людей, которые могут взять этот пример и использовать его в своей жизни, как это делает их руководитель или их духовный наставник? Перед тем, как выбрать себе духовного наставника, попробуйте найти тех людей, которые проходят или используют данные методы. И постарайтесь увидеть, это люди, которые обольщены информацией, которую ей внушили, или это люди, которые говорят, им соответствует та информация, которая есть на сегодняшний день у них. То есть, если человек говорит, мой учитель, он обучает меня быть высокодуховным существом, то почему тогда ты не научился быть высокодуховным существом? Мой учитель обучает меня быть умным человеком, то тогда почему ты не стал умным человеком? Мой учитель обучает меня зарабатывать деньги, обретать финансовую независимость, то почему ты находишься в школе 3 года или 5 лет и до сих пор еще являешься финансово независимым. Мой учитель обучает меня радости, почему тогда в твоих глазах нет радости, а в сердце нет тепла. Ну и обязательно необходимо это видеть в своем учителе. Могут ли люди продемонстрировать свои изменения? Когда вы будете выбирать себе духовного наставника, обращайте внимание на духовность. Что такое духовность? Я считаю, что духовность является определенным качеством, это качество доброты и человечности. В случае, если человек является примером доброты и человечности, я считаю, что он является духовным существом. Кого нельзя выбирать себе в учителя, я могу вам сказать. Я считаю, что в случае, если человек обвиняет кого-либо, ругает кого-либо, запугивает кого-либо, внушает за что-то или что-либо, а также критикует, а также кричит во время своих выступлений или в момент того, когда он общается со своими учениками или другими людьми, это говорит о том, что этому человеку не хватает духовности, так как духовность подразумевает, что человек является добрым, а также человеколюбивым. Еще раз хочу сказать, почему я убираю руководителей Сангая периодически. Человек должен заниматься бизнесом, у него должна быть семья, он должен быть примером для тех людей, перед которыми он выступает. Но если у человека есть бизнес, и он его бросает и зарабатывает деньги за счет Сангая и приема, делать бизнес таким образом, делая бизнес таким образом, мне такой человек, скорее всего, не подходит. Я могу сказать, что ваш учитель работает, у него есть несколько направлений бизнеса, и он проводит дополнительные встречи и Сангая с людьми. То есть для меня это не является основным видом бизнеса, я могу сказать, что для меня это является элементом дополнительного служения перед людьми, и я таким образом выполняю свою миссию, объединяю людей вокруг идеи увеличения человечности, увеличения доброты в миру или в мире. Сегодня я бы хотел еще одну тему озвучить. Сейчас я постараюсь ответить быстро на вопросы, которые вы мне пишете. Я ученица школы, скажите, пожалуйста, моя дочь на кладбище уронила телефон. Вы говорили, что упадет на кладбище, нельзя поднимать. А она им продолжает пользоваться. Что делать? Отвезти на кладбище, оставить? Нет, уже забранное, уже не является ничем. Просто если перестанет хорошо спать и ночью начнет просыпаться, то необходимо отнестить конфеты или печенье на кладбище в том месте, где уронила телефон. Что нужно использовать из эзотерических практик в общественном транспорте? Например, обряды, связанные с визуализацией. Стараться с мужем капиллярным объединения крови? Нет. Я считаю, что человек, который ездит в общественном транспорте, не должен выполнять эзотерических практик для того, чтобы не навредить ни себе, ни тем людям, которые рядом с ним находятся. Отдыхайте. Из эзотерическими практиками необходимо заниматься в предварительно эзотерическом, энергетически очищенном пространстве, в хорошем настроении. Скорее всего, человек, который едет в общественном транспорте, не имеет хорошего настроения. Единственное, что может человек делать, это тихонечко читать мантры школы или мантры прибежища школы, или читать какие-либо мантры или коды, что-нибудь такое. Марина пишет. Андрей Андреевич, добрый вечер. Андрей Андреевич, в одном из видео YouTube вы рассказываете, как человек сбросил очень сильно свой вес с помощью гомеопатического массажа и семинара эзотерической гомеопатии. Просмотрев семинар, так и не нашла этого массажа. Если можно, подскажите, пожалуйста, может этот массаж в этом семинаре имеет другое название? Я, к сожалению, уже не помню. Я посмотрю этот семинар. Вы мне можете этот вопрос написать на следующем эзотерическом вебинаре. Я могу посоветовать вам использовать такой метод для того, чтобы быстро похудеть. Очень важно для человека иметь определенное намерение. Намерение для эзотерика является частью его эзотерической магии или магической эзотерики. Намерение – это то, что человек хочет. Таким образом, когда человек говорит, вот как проявляется намерение, женщина ко мне пришла и говорит, Андрей Андреевич, здрасте, здрасте. Я очень полная. Ну, я очень полная. И такое ощущение у меня создается, что я поправляюсь даже от воздуха. Что мне есть, скажите? Так вот, я хочу сказать, у нее намерение есть поправляться от воздуха. Она это говорит часто. Для нее это идея, которую она где-то подхватила и после этого муссирует. Вы представляете, что бы она ни ела и как бы она ни ела, вы представляете, скорее всего, она действительно будет поправляться от воздуха. Итак, как изменить свое намерение и каким образом это делать? Если вы запомните и в дальнейшем будете это использовать, то я могу сказать, что сила намерения имеет очень огромное качество сбываться и использовать это необходимо таким образом. Предварительно очищенную воду или еду я прикасаюсь пальцем, произношу слова, очищающие эту пищу, так как намерение на грязную пищу или на грязный предмет никогда не сможет одеться. И я делаю так, рам, ям, кам. Это тибетский метод, который позволяет мне очистить эту пищу. После этого я держу этот стаканчик и произношу слова. Вот сейчас выпью этот стаканчик воды и похудею на килограмм. Но не стоит так говорить. Необходимо говорить, сейчас я выпью стаканчик воды и похудею на 100 грамм. Таким образом, принимая каждую пищу, которую вы будете принимать, употреблять в пищу, произносите вот эти слова, предварительно очищая эту пищу. И я обещаю, вы скорее всего, уже через некоторое время, скорее всего, на протяжении двух недель, сможете увидеть, как вы очень быстро начнете худеть. Почему? Часть нашего поправления или част набора веса исключительно связана с тем, что человек имеет в себе определенную программу, которую он себе каким-то образом внушил. И в этой программе звучат такие идеи, чтобы я не съела все равно поправляюсь, как же мне быстро похудеть, что же мне такое есть, чтобы поправляться, а лучше вообще ничего не есть, рот закрыть. Ага, я поела, а значит поправлюсь. То есть это все эмоционально сделало вот такие склейки внутренние эмоциональные намерений, которые проявляются в виде вот такого набора веса. Естественно, для того, чтобы это разрушилось, вы можете использовать тот метод, который я вам сейчас показал. Расскажите, пожалуйста, на четвертой ступени вы нам давали цифровой код очищения пространства. Если его рисовать на стене маслом в каждой комнате, будет ли он действовать, если запечативать пространство разрушаться по каким-либо причинам, ну то есть сам по себе. Нет, нарисовав такой код очищения, он будет служить очень долго. Большое спасибо, вы наш. Ответ, поддержку, вы, конечно, всех не помните. Я 20 лет ухаживаю за лежачей мамой Ерена и Бах. Прочитала по 108 раз, припутав и тряв сык, заказала рекомендованные вами ТФ препараты. После ваших слов поняла, что да, это мое предназначение, ваша ученица, второй новой ступени, буду учиться дальше. Всех вам благ, здоровья, Соне и вашими замечательными детьми. Спасибо большое. Пожалуйста, подскажите, если я заключу договор с бабушкой и мамой моего зятя, это будет на нем отображаться? Нет, не будет, только с ним. Я являюсь ученицей школы, недавно закончила третью ступень, сейчас сделаю, просмотрите, пожалуйста, хочу начать собственное успешное дело, какое направление конкретно, никак не могу сделать первый шаг. Зубанов Анатолий, 36 лет, оплачу 50 долларов за ваше внимание, уважаю. Покупайте фрукты, делайте из этих фруктов, сушеные фрукты, также делайте из фруктов, пастилу, сделайте это своим бизнесом, у вас будет очень хорошо получаться. Также продавайте специи, покупайте их в большом количестве, фасуйте, делайте из специи соли разные присыпки, также можете делать аджички, будет у вас все это получаться. Я ответил. Что делать, если от природы я эмоционально, я по каждому поводу волнуюсь, меня никак не отпускают, такие состояния подолгу, мне трудно быть расслабленной, ни о чем не париться. Я сегодня об этом скажу, но перед этим раскроем вот такую тему. Я недавно прочитал такую информацию, один из выступающих, вернее услышал такую информацию в ютуб, один из выступающих говорил, что онкологическое заболевание является заболеванием, которое имеет свою первопричину. Этот человек говорил, что онкологией болеют люди, которые что-либо сделали плохого в жизни, не могут никак покаяться, также это люди, которые там не имеют внутренней веры, это люди, которые делали что-то плохое или сделали что-то плохое человеку, или там этим людям сделали что-то плохое и так далее. И после этого этот человек сказал, что самое важное, чтобы человек нашел в себе эти первопричины и так далее. И тут же у меня вопрос такой возникает. То есть есть распространенное мнение, которое озвучивал этот человек, что все имеет какой-то гештальт, все имеет какую-то первопричину. даже будда гаутама говорил что если есть следствие обязательно где-то находится первопричина так вот и будда гаутама и скорее всего гештальт мнение о том что все имеет первопричину скорее всего не очень правильно соотносится с темой онкологии и вот такая история в моей жизни был такой случай одна женщина который 58 лет или 65 лет я уже не помню эта женщина была директором театра при этом она в 19 или в 20 лет вышла замуж за мужчину который был первым мужчиной в ее жизни родила троих детей от этого мужчину три мальчика и после чего мужчина когда исполнилось ей там 50 лет этот мужчина был пилотом вертолета и он погиб остался остались дети она этих детей растила я могу вам описать эту женщину она очень человеколюбивая интеллигентная женщина она всю жизнь очень хорошая она помогала детским домам она всегда поддерживала театр она за свои деньги этот театр отстраивала когда были 90 годы не позволила этому театру распасться всегда поддерживала артистов всегда поддерживала училище театральное в одни во всех городах маленьких распадались театры она все делала для того чтобы это существовало никогда не отказывалась от искусства никогда не отказывалась от того чтобы преподавать культуру вела бесплатно лекции собрала сама она занимается дополнительно еще живописью очень хороший очень необычный очень прекрасный человек ее очень хорошо знают к ней очень хорошо относятся она не пьющий человек она никогда не употребляла наркотиков алкоголь насколько я помню она еще и вегетарианка то есть она особо не употребляет там мясную пищу она ткать высокая женщина сильная очень и выросли у нее такие же дети очень интеллигентные очень хорошие устроились они на хорошую работу смогли получить хорошее образование два старших сына экономическая и математическая младший сын насколько я помню экономическая логистическая начал работать в логистической компании за несколько лет смог себе приобрести машину и квартиру у этого ребенка ее сына он самого детства там с трех лет появилась девочка в садике он в нее влюбился и они дружили весь садик и после этого школу и в десятом классе или в одиннадцатом когда закончили школу сразу же при поступлении в один институт они женились на третьем курсе у них родился ребенок вы представляете на третьем курсе у них родился ребенок очень чистые дети у той девочки тоже родители очень хорошие у них родился ребенок у этого ребенка на четвертом месяце диагностировали заболевание онкология головного мозга опухоль 7 сантиметров но если здесь говорится о первопричинах то тогда скажите где искать первопричины того что у ребенка появилась опухоль в этих детях что же они такого свершили что что можно было сделать этим детям которые жили в маленьком городе я очень подробно общался с этими людьми старался просмотреть их судьбу я вам говорю максимально вот с этим мальчиком но максимально что он сделал плохого в жизни но это нечаянно велосипедом переехал лягушку даже курицу сам своими руками никогда не убивал уже говорить о чем-то таком страшном детей он никогда не обижал в школе к нему всегда хорошо относились он не ругался особо из интеллигентной очень хорошей семьи там никого не обижал в школе к нему очень хорошо сверстники относились многие из них очень откликнулись практически все в тот момент когда выяснилось что у ребенка онкология помогли ли ребенку помогли все в порядке просто почему девочки аналогичная ситуация девочка очень такая теплая очень красивая родители очень интеллигентный отец работал инструктором или работает инструктором в частной компании которая выпускает электроды мама там достаточно очень такой яркий человек по жизни тоже всегда жила с одним и тем же мужчиной от прошлых браков детей не было очень такой теплый очень интеллигентная семья правда не знаю кем ее мама работала семье у них было тепло всегда знаете хорошие отношения мама насколько я помню даже музыку преподавала по моему или там пианино лишь потому что у них там пианино в доме я видел как ее мама играет до музыку преподавала и тут такое горе можно ли сказать что они были верующими но нельзя сказать что они были фанатами верующими но каждый из них крестил детей своих когда были праздники они обязательно ходили там на рождество в церковь ходили на паску иногда если были какие-то там мелкие праздники иногда ходили там воскресенье я могу сказать что там и причащались и где-то детей к этому как бы сподвигали и так далее тут такая такой горе ребенок родился с онкологии с онкологии мозга и родился или появилась и тут такой вопрос наверно каждый из нас может это сказать что у него была такая ситуация когда он видел что очень хорошие люди прямо очень очень хорошие люди и вдруг они начинали болеть онкологии почему эти люди болели онкологии почему хорошие люди очень часто начинают болеть онкологии почему очень верующие очень добрые очень человечные очень хорошие очень золотые пример обществу прямо пример для всех людей которые проживают на земле почему эти люди начинают болеть а теперь ответьте мне на следующий вопрос скажите кого больше из людей проживающих на планете земля больше людей которые больше среди людей которые ругаются матом и те кто изъясняется там спокойно скажите преобладание зла в этом мире или преобладание доброты наверное преобладание зла можно ли разделить этот мир на две части фактически можно то есть это мир светлых людей которые стараются после каждого слова извиниться и стараются после каждого там неправильно движение сказать спасибо потому что это интеллигентные люди проявляют свою теплость по отношению ли теплоту человечность по отношению к другим людям и второй тип людей которые выживают которые злые которые кидаются гавкают которые ненавидят которые критикуют которые злятся матерятся ну и так далее конечно же могу сказать вам что количество людей которые злятся матерятся которые ведут как бы открыто негативный образ жизни которые настраиваются на то чтобы выбрать непозитивную жизнь этих людей больше то есть можно сказать что мир темных людей этом мире темных людей в этом мире людей гораздо больше если верить в эзотерику то в эзотерике говорится о том что существует эгрегоры это эгрегор светлых сил эгрегор темных сил так вот случай если есть эгрегор темных сил то когда в абсолютно чистом мире среди абсолютно чистых хороших людей в абсолютно чистых семьях рождаются абсолютно чистые дети как ангелы то в случае если эти дети вырастут в этих семьях то эти дети могут быть примером для общества которые могут проявиться в дальнейшем как элемент борьбы с темными силами или элементом борьбы с элементами вот такого темного мира случае если темный мир замечает вот таких вот светлых людей или замечают людей которые могут быть победителями зла то очень часто именно темные силы делают все для того чтобы прекратить этому человеку дальнейшем жизнь таким образом такие люди или такие дети могут быть просто теми светлыми существами которые в дальнейшем могут быть захвачены этими темными силами и разрушены таким образом на этой планете земля и происходит извечная борьба сил добра и силу зла где к сожалению моему большинстве своем находится состояние зла людей и естественно в случае если рождаются люди с элементами добра если люди живут как абсолютно светлые и лучистые солнечные человечные люди то скорее всего в дальнейшем по этих людей есть возможность конечно же поплатиться за это и наверное вы видели это в своей жизни как это всегда происходило именно поэтому я очень часто говорю такие слова на пути к духовности или на пути к тому чтобы стать высокодуховными существами на пути человеколюбия проявления доброты иногда создавайте элементы зла в этом ничего плохого нет поэтому можно там ругаться иногда поэтому можно иногда совершать какие-то совершенно нелепые поступки которые точно не совпадают с тем что я говорю в доктрине философского направления в нашей школе такое тоже может быть таким образом если вы высокодуховное существо если вы чувственный теплый солнечный человек добрый человеколюбивый то вы имеете право иногда бурчать на улице или среди людей иногда имеете право там не извиниться и тогда сегодня ко мне приехала женщина эта женщина говорит мне андрей андреевич я очень добрая я стараюсь контролировать себе элемент доброты я взращиваю внутреннюю духовность но я воспитываю двух мальчиков у меня муж как сын как сын и я не знаю что делать я очень нервничаю потом начинаю их ругать я и привел такой пример скажите в тот момент когда футболист бежит и должен забить гол в этот момент когда он сталкивается с другим футболистом то в этот момент он извиняется перед этим футболистом или бежит дальше конечно не извиняется он бежит дальше правильно правильно а теперь почему я это говорю когда она воспитывает детей ей нужно накормить их обмыть проверить уроки постирать им что-то делать можно ли это назвать своего рода задачей то есть ее задача забить гол вот ее задача покормить сделать так чтобы они были чистые там все поправить и не знаю там имеет свои задачи и в этот момент она может их там наругать или что-то может произойти или там что-то ее начинает мучить ей сказал слушай когда ты бежишь забивать гол то не обращаю внимание на то кого ты толкаешь или на то что происходит в этот момент не стоит на это даже обращать никакого внимания то есть также в бизнесе была когда-то девушка она говорит мой брат с которым я очень долгое время работала он меня обманул кинул я осталась ненужным человеком теперь я вот должна искать работу и так далее ей принял привел где-то такой же пример я сказал твой брат бежал забил забивать гол у него задачи были там стать очень богатым человеком и когда он тебя толкнул для него это незаметно он не успел не извиниться ничего не сделать ты просто оказалась за победителей не осуждают а ты оказалась просто уже в другой команде поэтому сделай свою команду придумай свою игру забивай свои голы и не требует него чтобы он там перед тобой извинялся что-то делал это его судьба если он поступил неправильно все равно его внутренние чувства все равно его внутренняя совесть она расставит все на свои места или расставит все по своим местам ты же от того что ты очень долгое время нервничаешь и переживаешь по этому поводу становишься человеком нечистым есть даже ей тогда привел пример такой и сказал скажи как пахнет человек который один день не моется она говорит ну так себе а скажи как может пахнуть человек дальше я у него спросил скажи как пахнет человек который как пахнет человек который год не мылся она говорит ой наверное очень пахнет а сколько ты сейчас обижаясь она говорит я обижаюсь год так вот эзотерически или магический человек который обижается день пахнет как человек который один день не мылся а если человек обижается целый год то он пахнет так эзотерически как будто он целый год не мылся скажите рядом с таким человеком будет приятно находиться отвечаю сразу нет а к этому человеку захотят там садится на руки дети нет а этого человека захотят энергии любит там энергия денег энергия любви то есть к этому человеку будет что-нибудь липнуть не это на работу его возьмут как же возьмут на работу человека который пахнет как будто он год не мылся и люди хорош обижаться а то вы пахнете нехорошо энергетически я когда-то даже давал практику такую я обучал учеников нюхать энергетический запах другого человека так вот представляете что можно унюхать если человек год целый на кого-то обижать ой наверное можно такого нанюхать еще раз хочу сказать человек не должен быть абсолютно абсолютным проявлением духовности и духовной доброты и человеколюбия удерживайте это духовное проявление от внешнего мира почему я вам хочу сказать проявляя его во внешнем мире вы становитесь той рыбой которая выпрыгивает из озера проявляйте свою духовность во внутреннем мире там где нет большого количества людей проявляйте доброту проявляйте интеллигентность проявляйте человеколюбия в середине того общества где вы живете рядом со своими детьми становитесь добрыми и хорошими по отношению к своим семьям а к тому миру в котором вы живете не проявляйте эту доброту просто становитесь толерантными то есть что такое проявить доброту это без спроса что-то сделать для человека постараться ему помочь мы это все видим но мы никому не помогаем почему потому что люди которые начинают плескаться как рыбы на глади темного озера они становятся видимыми тем птицам которые летают сверху то же самое в жизни человека в тот момент когда вы ходите по улице и прямо старайтесь и бабушку через дорогу провести и машину припарковать и здрасте и спасибо и вы мои хорошие и обнимаю всех и так далее это может сделать вас с теми людьми которые станут видимыми на поверхности темной глади вашей жизни и вас скорее всего может съесть какая-нибудь рядом пролетающая птица гаруда далее есть эффект такой называется эффект эффект птичей семьи или собачьей семьи вы когда-нибудь видели как когда рождаются щенки и мамочка щенков начинает их кормить то в случае если один щенок начинает скулить то остальные начинают его пихать и кусать также и у птиц в случае если находится какой-нибудь цыпленок который ведет себя там хромает на одну ножку там падает то остальные его начинают заклевывать также у голубей вы представляете вы что считаете что природа она бесчеловечная или природа безнравственная нет в природе заложена любовь божественная тем не менее почему так происходит ответ этому звучит так всех кто жалуется на жизнь их жизнь заклевывает помните не стоит жаловаться все в жизни связано поверьте мне случае если кто-то вас обидел этого человека замучит без вас совесть дайте только время не будьте теми людьми кто желает вендеты не старайтесь мстить этим людям отпустить этого своя си поверьте мне жизнь и время все расставит на свои места сегодня мне писал одна женщина я не могу избавиться и все время думаю о человеке что мне сделать я могу сказать вам есть только два элемента которые лечат человеческую боль которую создал для них другой человек первый элемент это время и второй элемент это расстояние поэтому случае если вас кто-то обидел вы естественно не должны жить с этим человеком напротив уедете как можно дальше в таиланд или куда-нибудь пожить хотя бы на какое-то время ну и второе время подождите какое-то время поверьте мне со временем всех абсолютно отпускает так чуть-чуть от вопроса отвечу на вопрос отвечу андрей андрей что происходит мне подарили чек на 20 миллионов машину и дом это правда это все после рта я случилось все реально происходит такое произошло в свое время с одним из мужчин их очень много этих чеков раздается миллионы чеков каждый день чтобы вы понимали в интернете раздается 200 миллионов чеков по 200 миллионов 200 миллионов чеков по 200 миллионов с вашей фамилией также я могу сказать что я был когда-то у своей сестры ей принесли почту и в этой почте было письмо она его раскрыла и там было в деревне она жила там раскрыли эту почту развернули конверт и там был чек на нем было написано уважаемая госпожа и дальше было написано их фамилия мы вас поздравляем вы получили чек на 20 миллионов долларов все что вам необходимо это только написать письмо и так далее так вот один из таких удивительных людей был в моей а когда начали спрашивать у всех людей которые находятся в доме оказалось что все получили такие чеки все в деревне получили такие чеки а также все соседи получили такие чеки в общем все получили вот теперь давайте посчитаем если 200 миллионов чеков раздается по 200 миллионов то где столько денег кто это такой вдруг богач который вдруг и дома дарит и чеки и так далее зачем это делается идея всегда одна и та же она выглядит следующим образом ко мне как то приехал из запорожья мужчина которому приехал такой чек и он клюнул то есть он созвонился и списался с тем человеком который находится и дальше начинается в нидерландах он поехал к этому человеку увидел что это человек живет в своем доме ему показали там обязательства какие-то и сказали что да действительно вам чек этот передан но теперь для того чтобы вы этот чек получили вам необходимо заплатить первое страховку страховка будет стоить 20000 долларов скажите это много или мало много наверное но перед двадцатью миллионами мало естественно он продал дом машину но вместо алых роз он купил все-таки вот эту страховку отправил ее туда после этого сказали нет к сожалению это не все дело в том что вам сейчас отдают это все только в случае если вы еще заплатите судебные иски это судебные иски были из-за того что судился такой же человек которому там надо и вы теперь должны кто победит тот и будет и каждый раз придумывались для него какие-то истории это все стоило 5000 долларов 3000 долларов там вексель получить 3000 страховку 20 еще что-то 8000 еще что-то 5000 и он пришел ко мне говорит андрей андреевич я в одном шагу я в одном шагу шаге шаги щи перед тем как получить эту эти 20 миллионов долларов сша андрей андреевич что мне делать нет только два вот только не хватает 15 тысяч долларов можете занять я говорю а вы займите у близких а он говорит да сколько можно я у всех все занял у меня все ли заложено я все продал все туда отдал очень непонятно вообще почему они вам эти деньги не отдали сразу вы не понимаете это же европа там очень сложно как очень сложно я знаю что с европой мне присылают деньги если было бы это 20 миллионов на моё имя написали бы нотариально мне он говорит да это сейчас вот как раз нотариально мне будут писать оказалось что нужно на нотариальное нотариальное и нотариальным поднаторить и после этого только осталось это сделать андрей андре ждайте еще 15 тысяч я ему говорю тебя обманули он говорит не разрушайте мой мир я уже три года собираюсь забрать 20 миллионов я их уже решил потратить я уже людям обещал заводы и пароходы спонсировать я уже инвестором обещал быть людям я говорю ну вот можешь уже не обещать знаешь если у тебя денег нет той спроса никакого с тебя он говорит ну как же как же я вам не верю я вам не верю чем закончилось нужно продолжать рассказывать или не стоит вторая женщина была у меня знаете каждый день каждый день прямо каждый день ежедневно ежеминутно ежесекундно женщины пишут мне какие-либо письма там андрей андреевич я хочу с вами поделиться у меня удивительная история и история одна и та же значит самая смешная была такой приехала ко мне женщина такая полненькая с большой губой нижней маленького роста людмила и говорит мне андрей андреевич вы не представляете я переводится с английского на русский мне тут такой мужчина написал вы представляете это смит я верю отлично знак знакомая фамилия это тот смит который летал на луну да это тот джор смит майкл смит который летал на луну вот фотографии его вот но он очень знаменитый человек сейчас он находится в афганистане я говорю где находится в афганистане зачем ему быть он мне такие письма пишет он написал людмила я вас так обожаю я еду к вам в киев но мне для этого необходимо я сейчас прохожу я здесь в афганистане разруливаю мировой конфликт который есть во всем мире спасают человечество от ядерного взрыва ну там так далее но вы мне должны помочь я хочу вам отправить деньги потому что мне нужно будет в америку сразу не поеду а приеду к вам и я вам отправляю rolls-royce самолетом подтверждение нашей любви вы его должны забрать просто с аэропорта но для этого должна отправить там 12 тысяч долларов просто вот на эту карточку она говорит но до этого он у меня просил 1000 долларов потому что сына срочно посадили у него денег нет ему с америки заблокировали аккаунт и теперь она должна отправить деньги в афганистан значит штат пенджаб там у для махамеда махамедовича махамедного и говорит я отправила 1000 долларов же два раза вот третий раз не собираюсь андрей андреевич это моя любовь мило ты с ума сошла но он не rolls-royce подарил я просто его не смогла с аэропорта у меня просто 10 тысяч долларов не было это одни и те же истории они вновь и вновь повторяются находят вот таких есть целая отрасль называется зарабатывать на женщинах взрослых молодых хватать их прямо знаете за золотые орешки знаете и после этого как рыбаки отправляют письма огромному количеству людей эти люди получают и после этого начинается для того чтобы ты забрала 20 миллионов нужно заплатить только 500 евро а потом еще 300 а потом еще 100 а для бумаг еще пять тысяч ну и начинается потом а потом ничего не получается спасибо за то что вы делаете встречалась с парнем два года он критикует воспитывая часто ругаемся после очередной ссоры парень не хочет выходить со мной на связь на данный момент живем в разных странах я переживаю за наши отношения как перестать волноваться от пусить отпустить плохие мысли стоит ли возвращать такие отношения нет не стоит забудьте мужчина ваш является только в тот момент когда он рядом с вами живет и у вас есть печать мужчина не ваш в тот момент когда этого ничего нет поэтому вы в одной стране он в другой между вами был просто интимные допустим отношения не рассчитывайте на этого человека не думайте о нем ищите вы свободный человек не ограничиваете себя в свободе живите как хотите спасибо за помощь вы меня вдохновляйте даете надежды на лучше на данный момент я как будто потерялась прошу прощения за вопрос безнадежная женская тема очень хочется семью и детей очень хочется чтобы вы подбодрили меня я на я обещаю что скоро вашей жизни появится мужчина невысокий круглолицый кучерявый андрей андреевич вы же объясняете вебинаре что карма пурш их жизнь не аннулируется идет через человеком не потому ли хорошие в этой жизни болеет тяжело умирает рано не расплата это за прошлый вред людям в том числе и это это как одна из разновидностей но бывает и вот такие моменты когда человек выходит и становится очень высоко духовным проявляя высокую духовность на тех людей которые вокруг него не скрывая ее это проявляется в том что везде извините и везде спасибо и везде кого всех поддержать и везде всем быть хорошим и везде для всех быть прямо подстилочкой и прокладочка и после этого происходит вот такие нюансы я прошла первую бесплатную практика и сангая вступила разрешите войти в круг только на рт я разрешаю входить круг подскажите очень хочу реализоваться в жизни подскажите в каком направлении двигаться пишите книги выступайте перед людьми это значит что надо иногда вредничать чтобы тебя не заметили черные силы да это иногда значит я ученица 4 обновленной ступени после обучения поймала творческий подъем колоссальный подскажите пожалуйста чем не у друзьям мои я не отвечаю на вопросы чем вам заниматься я не собираюсь это делать извините приобрели ваш семинар быстро и замуж что подскажите есть нетрудно встретит ли моя матушка любимого человека и когда ну сходите к гадалке слушайте чего вы меня мучить может ли ученик школы иметь два духовных имени не может также я хочу сказать что когда вы берете у меня одно духовное имя после этого второе духовное имя то вы аннулируете духовное имя и возможность его получения на протяжении нескольких лет поэтому вот у вас сейчас два духовных имени можете расстаться с обоими не первое не второе скорее всего с вами работать теперь не будет вот так надо получать 1 если я пока прошла только бесплатную первую ступень могу купить санга будет работать будет работать дальше раз вопросов нет когда в человеке люди очень часто мне пишут даже сейчас вы задаете вопросы как при помощи эзотерики избавиться от психического от заболевания паркинсон я хочу вам сказать а вы имеете такую сумасшедшую психическую энергию чтобы избавиться от такого тяжелого заболевания а когда же у человека появляется вообще психическая энергия где она возникает и как ее человек может накапливать и так начало эзотерики начинается с накопления психической энергии и первое что человек должен сделать перед тем как накопить психическую энергию он должен расслабиться как тотально первое что должен человек делать на пути к духовности он должен научиться тотальному расслаблению физическому чувственному и мысленному это начало всей эзотерики в случае если человек напряжен как-либо при этом он не просто если он напряжен как-либо то к нему в его сторону психическая энергия не течет он ее не получает ни от чего радоваться восхищаться если напряжена это не принесет никакой психической энергии тотальное расслабление тотальное расслабление только тотальное расслабление может человеку дать возможность накопления психической энергии на первой ступени говорю психическая энергия возникает когда человек испытывает состояние радости и удовольствия но люди забывают что перед радостью и удовольствия для того чтобы это испытать первое что должен сделать человек быть абсолютно расслабленным физически эмоционально психические этому нужно обучаться это начало эзотерики поэтому человек говорит я хочу накопить психическую энергию что мне делать дышать нет а что мне делать расслабляться как расслабляться обучать себя этому как необходимо расслабляться необходимо найти возможность на протяжении целого дня осознанно контролировать элементы своего психического чувственного и физического расслабления с этого начнется ваше начало в эзотерике это ваш первый шаг к тому чтобы хоть чего-либо в жизни достичь через или используя эзотерику начните именно с этого начните расслабление тотального это очень приятно когда ты найдешь в себе силы и эти силы направишь на то чтобы расслабиться тогда кушаешь расслабился общайся расслабился отдыхаешь расслабился что мешает как человек может быть напряжен смотрите телевизор хватаетесь за телефон ищите какие-то новости вы не расслаблены ваша психика в состоянии обудораженности какой-то кушаете вам нужно тут же за телефон хвататься вы не можете ни с кем общаться часто переключайтесь ваши чувства воспалены ваше физическое тело напряжено что нужно сделать найти в себе наверное состояние такой внутренней обреченности как будто все можно выдохнуть уже через час скорее всего тебе придет конец то есть найти в себе такую возможность как будто все вы отжили всем удовлетворены найдите в себе вот такую возможность найти в себе вот все незачем бежать не на что напрягаться нечего больше делать все найдите в себе силы найти эти в себе внутренние силы расслабиться и не быть такими напряженными внутренне и внешне будьте найдите силы быть абсолютно расслабленными когда вы начнете находить силы из будете становиться расслабленными людьми вот в этот момент удовольствие и в этот момент где-то спокойствие и в этот момент где-то чувственность внутренняя она потечет к вам прямо ручьем как происходит у человека наверно появление вот такого духовного экстазы какого-то внутреннего подъема это происходит только путем расслабления физического тела чувств сознания когда нет некуда торопиться почему так происходит бог это огромное существо спящие на волнах темного океана бесконечности или лежащие на темных волнах бесконечности и скорее всего постоянно испытывающие бесконечное состояние удовольствия таким образом если человек стремится к богу то тогда скорее всего ему необходимо это начинать с полного тотального расслабления я недавно смотрел видео такое там один мужчина сжатый очень взвизгивая кричал что он является проявлением бога на земле что он является тем с кем бог общается ежедневно что он является почти что богом при этом он сказал что все кто с ним не будет то все заболеют он обвинил весь мир в том что мир погряз в чепуху также сказал что мир в полном ужасе и что скоро этот мир задымится потому что везде по всему миру и в этом всем виноваты там религиозные направления и так далее также он там начал внушать что единственное что может помочь это люди давайте теперь еще раз помните сегодня говорил духовность подразумевает доброту и человечность которая разрушается если человек проявляет качество обвиняет ругает запугивает внушает и кричит после этого он начал запугивать кричать вытаращивать глаза и так далее можно ли сказать что он является проявлением бога на земле я могу сказать что он не обманывает каждый из нас является продолжением и проявлением бога на земле как и бабочки как и растения но для того чтобы понять и почувствовать бога первое что необходимо сделать это тотально расслабиться я очень часто ученикам говорю друзья мои но ничего не получится не будет продолжения без тотального расслабления и когда это говорю я говорю что тотальное расслабление это еще и не только физическое расслабление это контроль это контроль за своими эмоциями их расслабление как бы такое ощущение как будто безразлично то есть безразличие успокоило когда безразличие появилось в голове то тогда успокоило мозг и после этого человек вот в таком абсолютно расслабленном состоянии может добиться такого чувства когда начнут течь к нему волны нежности то есть что-то большое божественное начнет его то что рядом с ним было и он не ощущал начнет вновь к нему прикасаться и это тонкая и такое нежное она заполнит все вокруг него и будет во всем что этот человек видит и в дальнейшем будет такое ощущение как будто экстаз будет ощущение такое как будто нет спешки нет борьбы нет одержимости нет ничего есть спокойствие есть абсолютная радость проявленная нежность и проявленная глубокое состояние внутренней любви как будто мама большая при г я ты маленький ребенок и ты обнял грудь и внутренние чувственно приходят такие чувства как будто ты являешься нужным как будто все в твоей жизни будет хорошо и что у тебя есть все возможности прожить эту жизнь от начала и до конца это и есть нарабатывание духовного пути решила уехать далеко от дома чтобы заработать деньги получится мне собрать и заработать деньги немного переживаю ну получится но много вы не заработаете сразу знайте это могу приобрести снг 2 не проходя да да извиняюсь за опоздание я уже себя заканчивать буду если у вас не получала духовного имени как получить проходите первую ступень школы кайлас обновленную только ученики обновленной первой ступени школы кайлас могут получить у меня духовное имя когда волнуюсь злюсь переживаю что в груди скапливается некоторая боль сделала здесь подначивая меня сделать что-то плохое когда делаю плохое тут же расстраиваюсь как выгнать эту наглую боль из груди нашей школе есть метод вы можете этот метод увидеть мои бесплатной первой ступени он называется медитация с выбрасыванием медуз где я объясняю как это из себя доставать и выбрасывать когда человек выбрасывает медузы это он фактически отрывает эгрегоры которые живут в нем и которые заставляют его жить не своей жизнью и он их выдергивает вот таким образом и отбрасывает от себя виде изношенной не очень хороший это плазматическая жидкость просто четвертую ступень наши замечательные школы в разводе несколько лет одиночество замучило что вы думаете о сайтах знакомств когда же наконец я буду собственным мужчиной когда его встречу вы встретите любимого мужчины хорошо я отношусь к сайту знакомств и социальным сетям пишите вас найдут сделайте красивые фотографии начните заниматься собой каждый вечер ложитесь и говорите с открытыми глазами я нужна всем мужчинам если это повторять утром и вечером очень быстро выйдите замуж я об этом говорил раньше ученик школы несколько лет назад для души занялся резьбой по дереву сам изготовил весь инструмент ухтыж иногда не часто выхожу продать накупившийся на базар но там шумы не включишь что можно говорить на товар чтобы продать и получится ли приобрести хобби в основной заработок конечно у вас очень красивые красивая резьба смело можете продавать вы сможете это продавать просто не продавайте дешево мне напишите что-нибудь у вас выберу и куплю даже скажите пожалуйста как бесконфликтно разрешить ситуацию мою пользу стоит ли переписать на беленький переписать на бели можно ли ярким цветом шарфики написать духовное имя или написала на цветном вот на чем сразу написали на том пусть и будет уже не менять как бесконфликтно разрешить ситуацию мою пользу родители мужа хотят крестить нашего ребенка я не хочу этого в этом ничего страшного дед можете покрестить ребенка придет время можете его раскрести знаете очень интересные слова были иисуса христа когда он говорил что не стоит верить колдунам было такое игорь я просто не помню да он говорил не надо верить колдунам а также тем да это да это мне когда-то вот и игоря увидел сейчас который ведет снг он рядом находится и у него спрашиваем просто когда-то пытался вам в меня внедрите эзотерику христианство и вот говорил вы что колдовством занимаетесь я говорю да но иисус христос сказал же колдовством не заниматься а теперь скажите мне классификация колдовства и так скажите сделать так чтобы море раступилась это колдовство да а сделать так чтобы на мертвого положить руки и человек ожил это колдовство да а скажите сделать так чтобы превратить воду в вино это колдовство но по-честному это колдовство колдовство не понял я то есть тот человек который проявил колдовство после этого говорит я проявила вам нельзя не понял почему так то есть если человек сам проявил колдовство то почему он запретил его проявлять всем остальным тоже непонятно или с верой или женщина одна пишет мне андрей андреевич вы должны покаяться а также принять на себя кровь иисуса христа и только кровью иисуса христа можете исцелять я хотел ей дать людей у меня есть около сотни людей больных онкологии пусть она кровью иисуса христа исцелит этих людей которые больны онкологии я и об этом написал после этого она сказала что эти люди должны покаяться у меня есть сотни людей которые каются им не лучше от этого у меня одна женщина была она такая верующая было что прямо с библией так и умерла от онкологии кишечник в возрасте не дожив до 40 лет 2000 лет мне не доказали правдивость религии помогите советам не могу уже целый год вылезти из болезни не могу найти доктора который поможет мне кажется что я чувствую негатив вокруг пап как помочь себе вам поможет препарат напишите мне в интернете facebook я вам напишу какой подскажите вам психиатр нужен подскажите как можно эзотерически вылечить у 12-летней девочки врожденную далеко сигму я не отвечаю здесь как лечить кого-то эзотерически у меня есть семинары данные семинары называются эзотерическое целительство первая вторая часть и там все об этом сказано проходите обучайтесь и лечить и несколько лет назад для души занялся резьбой получится можете мне продать если можно подскажите пожалуйста банк подал на меня в суд затевать мне процедуру банкротства или решать вопрос возврата дома судебными приставами как лучше колебаюсь в принятии решения решилась спросить впервые с приставами можете пробовать решать вопрос простите за неправильно заданный вопрос на прошлом вебинаре помогите почему растут волосы на лице что делать чтобы они не росли смазывайте лицо сваренной воде водой которые сварили кожуру от баклажан умывайтесь такой водой и прикладывайте компресс волос волосы перестанут расти если можно подскажите банк подал на мне ответил а что со мной будет ли у меня семья будет что подходит мне как лучшее занятие ученица платной ступени когда можно получить духовное имя для того чтобы получить духовное имя вы должны мне заплатить или дать просад чтобы я купил продукты какие-то их съел по другому никак также должен быть шарфик вы на нем должны написать можно это сделать так отправляйте мне сумму какую-нибудь после этого просите духовное имя его получаете по-другому никак у меня трое детей сейчас одна встречу я своего мужчину встретите вы сегодня такой хороший собственно как всегда скажите получится ли продать дом старый в этом году вот правильно человек делает похвали сначала скажи какой хороший в этом году не продать те продадите аж на следующий год аж после весны аж скорее всего извините так долго настроение моей мамой против меня очень сложная ситуация как можно помириться делайте обряд с кровью как я объясняю объединяйтесь на прошлом вебинаре я рассказывал здрасте скажите пожалуйста на морском курсе получили духовное имя на на платочки она стала выцветать можно ли самостоятельно переписать нет на этом платочки попробуйте его еще раз обвести старайтесь этот платочек не носить спрячьте его и пусть лежит прошла бесплатную два раза была замужем у меня трое детей сейчас одна встречу мужчину так где мои кубики раз у нас сегодня остальное количество времени будет посвящено ответом на вопросы я буду пользоваться кубиками и так здравствуйте подскажите стоит ли ставится 100 100 статуэтки гаруды в доме или это может навредить людям которые живут в этом доме да это может навредить людям которые живут в доме ставить статуэтки с птицами плохое предзнаменательство нехорошо это я очень зависимо от одного человека но если смысл пытаться быть с ним есть смысл подскажите как можно эзотерически вылечить у 12-летней девочки не отвечу на этот вопрос скажет не знаю подскажите пожалуйста как вести себя с людьми которые имеют мощную энергетику и в их присутствии ощущаю страх и волнение перед ними не показывайте ничего обычно мощная энергетика это всего лишь запугивание какой бы человек не был знаете в одном человеке есть эзотерики который занимается эзотерически в этом человеке очень большое количество энергетики развивайте в себе эту энергию вы заметите как со временем люди будут просто рядом ну что-то стараться для вас сделать вот сегодня перед тем как вести этот вебинар решил сходить в ресторан я зашел тихонечко в черных очках сел отвернулся спиной ко всем после этого заказал себе фасоль заказал салатик и заказал лепешку такую с яичком там хачапури все вегетарианское после этого и компот после этого я сидел ждал и вы даже не представляете и девочка мне и там и салфеточку принесла и ложечка упала она подбежала принесла и передо мной прямо вытерла этот стаканчик и там вам еще что-нибудь принести нет я хочу купить вот это она говорит нет не нужно давайте лучше вот это выберите и так далее после этого я хотел рассчитаться она помогла мне рассчитаться я говорю карточкой не получается наличку посчитала там и так далее то есть очень хорошее отношение и вот я могу сказать что где бы я ни был везде очень хорошее отношение мира ко мне то есть когда я заходил сегодня в банк вы представляете стоит 5 банкоматов при этом все 5 банкоматов и возле каждого банкомата по 4 человека очереди а один стоит и никого нет перед ним я к нему подошел снял после этого посмотрел и после меня туда никто не стал почему я могу сказать этот банкомат и этот банк ждали меня в тот момент когда я приду и сниму деньги почему мир так устроен чтобы давать только мне то что мне хочется почему это мир индивидуальной эзотерики это людям тяжело им приходится делать один шаг вперед и три назад у меня так не бывает у меня не один шаг вперед а 15 человек говорит да такое бизнес его необходимо делать долго быстро не получится после этого я говорю я сделаю быстро после этого уже через неделю это у меня есть почему потому что это для человека сложно у меня все точно если звоню то оборудование есть если ингредиенты то у всех есть если доставка то в течение одного дня вот решил купить дом нашли самые дешевые срочно в самом хорошем месте самым дорогим ремонтом и так далее там сыну квартиру хотел купить самое лучшее в самом центре когда уже собирался покупать нашлось еще один человек говорит у нас дешевле еще лучше место и еще дешевле и площадь больше хорошо тогда купим у вас почему такая особенностью понимаете когда человек развивает у себя магию или когда человек считает себя магом то одно из качеств мага выдает его первое это хорошее самочувствие тотальная молодость как у графа сен-жермена знаете и третье это скорее всего невероятное везение то есть везет везде везет во всем при этом сам человек не торопится сам человек не нервничает там все нормально вот у игоря спросим игорь со мной уже много лет скажи игорь ты видел меня когда-нибудь чтобы я был как барабан расстроенный вот человек говорит никогда не видел было ли такое что этом плакал или не улыбался при встрече ты мне это не свойственно вообще мне дети видят у них поднимается настроение почему я всегда улыбаюсь даже видя близких не близких люди хорошо относятся почему нету внутренней озлобленности ни на кого когда война в украине началась я тогда говорил там когда были эти революции война я говорил всем ученикам они тогда начали ко мне обращаться андрей андреевич давайте януковича этого накажем я тогда говорил зачем тебе это нужно зачем тебе это нужно мир прекрасные мы а два этой занимаемся нам безразлично там сейчас можно мне сказать но у нас на голову ракеты падают кто же в этом виноват что нам делать вы виноваты почему если мне начнут ракеты падать я возьму своих детей выйду с того места где ракеты падают а если нет возможности не надо себя обманывать возможности есть всегда у вас хоть там нет возможностей хоть здесь их не будет поэтому всегда есть смысл куда-то уехать собрали последнее и поехали в непонятном направлении там на севера куда-нибудь там всегда есть и работа и возможности в деревню можно уехать можно уехать в украину в деревню в россию в деревню никто никогда не паспорт не спросит у вас ничего не спросит зато войны не будет а война закончится снова приедете понимаете нет надо жить в центре чтобы на голову падали бомбы и чтобы постоянно там и потом кто виноват дуйко давайте ему скажем а мне на голову бомбы под ну чё ж ты там сидишь если на голову бомбы под гитлеровской германии почти 10 лет 7 лет наверно к после того когда гитлер стал главой рейха проводилась политика против иудейского и цыганского это иудейской цыганской нации то есть забирали имущество делали все для того чтобы не было евреев репрессии проводились повсеместно они не были открытыми потому что боялись мирового сообщества но эти репрессии постоянно происходили и вот читая книгу очень знаменитая писательница возможно кто-то узнает о ком я говорю я к сожалению не могу сказать я не помню фамилию там я читал ее книгу я написала что мы не уехали из германии мы не уехали из я не помню мюнхена берлина откуда вот а потому что мой отец считал что он такой же достойный жить в своей стране как и мы что мы несмотря на то что мы иудеи нам принадлежит все равно это недвижимость нам принадлежит имущество и мы точно такие же граждане страны как и он и чем это закончилось прошло время отца ее убили всю ее семью убили и она после этого с родным братом и тетей просидели в подвале там 8 или 9 лет об этом после этого написала книгу и что вам сказать что в этом хорошего было правильно ли поступал человек то есть он что сделал что ему необходимо было сделать беречь имущество или свою жизнь и жизнь близких если завтра здесь упадет бомба то первый кто отсюда уедет вместе со своей семьей буду я я вам сказать не будет возможности что-то забрать собой я поеду так почему потому что самое главное это семья и самое главное жизнь семьи самое главное это близкие и мне будет все равно я не являюсь не если выбирать между быть человеком как это называется не героем а тот кто за свою страну как это называется добыть патриотом своей страны или быть патриотом своей семьей я могу сказать что я ставлю на первое место патриотизм перед своей семьей можно ли заниматься сангера на утром 4 в любое время до просад для духовного имени также для учеников платной до по образованию экономист хочу разменить род деятельность меняйте подскажите подключат ли наш дом к отоплению отрезали незаконно подключат пожалуйста как использовать масло magic oil мне его сегодня по ошибке прислали смазывайте 5 точек на своей голове перед тем как куда-то идти или 5 мест на своем товаре который вам необходимо продать как эзотерически заставить себя не думать о человеке с которым расстались но мысли не дают покоя первая ступень школы кайлас открываем магазин ортопедия получится не быстро но получится не отказывайтесь как эзотерические заставить себя не думать о человеке эзотерические проходите ступени подскажите плиз все готово для старта бизнеса хотим давать деньги под процент получится получится вам не дадут деньги для этого скорее всего под ваши проценты недавно потеряла работу закрылся магазин в какой сфере искать новый ну что раз вы задаете вопросы гадального характера то на этом нужно уже заканчивать после восьмого круга рта и все кругом такие добрые улыбающиеся если начинаю сердиться в силу обстоятельств раз-два не замечаю как все сердитость прошла это так здорово андрей андреевич хочется все время радоваться внутри так приятно и тепло такое удовольствие да так и есть а пожалуйста что делать если человек покончил собой психически здоров не пил не жил в семье работал это не единственный такой вариант когда человек просто может покончить жизнь самоубийством в моей жизни это часто случалось среди в том числе моих близких и даже родных людей это происходит на фоне психического заболевания затянутой депрессии очень часто люди борются с внутренней депрессии внешне они абсолютно здоровые и внешне как это не сказывается со временем это депрессия может одолеть и человек может наложить на себя руки это частое явление можно ли увидеть внешне депрессию случае если это мужчина или мужчина взрослый определить у него депрессию или увидеть ее практически невозможно он вести может себя нормально там может просто иногда отказываться от еды иногда очень начать рано вставать допустим лег там 12 часов ночи и встал там в 4 утра сел там курит или смотрит телевизор после этого там покушал при этом там полноценно работает общается не молчит и тогда в это время его мучают панические атаки мучает его депрессия появляется усталости после этого появляется суицидальные намерения идеи после этого в один момент может покончить жизнь самоубийством было ли такие случаи множество таких знаю какой вы замечательный во вторник на rte так обрадовали вступив круг прохожу вторую бесплатную ступень хотелось бы побольше по пошиву одежды почему-то мало подскажите что можно сделать вам недостаточно первой и второй ступени я понял скажите я даю коды бесплатные для увеличения материального благополучия давайте я сам отвечу да а даю вам заклинание они выложены бесплатно здесь в на моем канале андрей дойко официальный канал тоже скажу да а скажите есть мантры которые выложил бесплатно который можно просто слушать которые увеличивают материальное благополучие да а есть сайт дойко гуру на котором вы находитесь часы смотрите данный вебинар и задаете эти вопросы здесь есть и коды и рекомендации и так далее для повышения там клиентов да а что вы еще хотите от меня что я должен еще делать мастер-класс провести так приятно уважаемый андрей андреевич молодого человека 21 год во сне на лбу образовались пять точек типа укусов живет на десятом этаже точки болели остались раме ки постепенно стал слабеть в результате а пластическая анемия для пересадки костного мозга требуется один миллион сто тысяч рублей возможно ли ему помочь без пересадки мозга напишите мне тоже в фейсбуке и отправьте фото если два сына 16 9 лет ругаются как можно их примирить очень больно это смотреть объедините их кровью соедините их кровью как я объясняю в наступение все будет нормально как мама можете провести обряд выпрашивания такое есть нашей школе прохожу вторую платную ступень но иногда хочется вернуться к первой и пройти заново в конспект чтобы что-нибудь не упустить также приобрел санга 1112 не мешает ли друг другу прыгания то санга я на санга это в ступени назад не мешает третий год продаем дом после проведения обрядов любви и похвалы танцев появился реальный покупатель но сделка почему-то затягивается подскажите пожалуйста продаст али порожняк не порожняк продастся такие практики нужно сделать после 4 обновленной ступени практики 4 обновленной ступени ваша ученица ваши мантры коды приобрела санга под ответе получится ли создать семью с хорошим мужчиной получится создать прошло множество санга я осталось ночевать у меня есть не ли женщины много женщин одна из них зеркалом шла на шее во сне а мне никогда ничего не снится что это в квартире еще я могу сидеть встретить достойного мужа и когда у меня появится стабильная работа смотрите вот здесь вот у нас лежат кнопка написано поблагодарить одойку нажимаете ее после этого отправляете туда хоть какую-нибудь сумму и после этого меня насилуйте а вот так просто так предсказывать ваши судьбы и что-то делать ну к сожалению я не имею просто права вы для меня совершенно чужие люди эти вопросы задают люди совершенно не школы знаете там то есть вы считаете что пройдя бесплатно две ступени в интернет вы имеете право теперь меня использовать я понял очень грамотно согласен то есть он записывал эти санга я ура давайте его теперь будем бесплатно ну что сегодняшняя наша сегодняшний наш вебинар получился всего я раз сегодня постарался раскрыть такие темы как выбрать себе духовного наставника учителя я прочитаю все цитаты которых я сегодня сказал не нужно думать что что-то новое скорее всего это уже известная информация которую дает человек просто по передается на под другим соусом 2 повседневная жизнь учителя то есть по-другому когда вы выбираете себе духовного наставника смотрите за повседневной жизни этого человека посмотрите хотите ли вы ему подражать какая у него семья насколько это человек здоров и счастлив практикует ли он свои знания соответствует ли он этим знаниям чему он обучает соответствует ли это его жизни то есть если он обучает быть богатым богат ли он если он обучает там эзотерическим практикам там развития сновидения умеет ли это делать ну и так далее старается ли он для своих учеников предан ли он своим ученикам своему направлению соответствует ли этому то есть смотрите когда я говорю что школа кайлас там говорю об этом направлении философии говорю о кодах и так далее я же не преподаю в этом всем там допустим астрологию не привожу сюда веру хобби лошвили чтобы она вела астрологию там перед вами и так далее то есть я соответствую своему направлению правильное неправильное стараюсь полностью соответствовать этому направлению за что ученики получают почему очень часто люди когда начинают когда начинают вести сангая начинает потом говорить мне андрей андреич или я смотрю их сангра и они об этом не знают и смотрю люди придумывают сами практике после этого начинают говорить совершенно не то что есть школе после этого я перезваниваю говорю что этого делать не нужно было выполнять свои практики придумывать не нужно было почему потому что у нас есть соответствие нашей школе и там есть уже все придумывать ничего не нужно общение между теми кто практикует учения если среди этих людей те кто может продемонстрировать изменения в нашей школе создана группа которая есть facebook называется дуйко кайлас и рт и 15 тысяч человек или около 15 тысяч человек эти люди между собой общаются также есть группы в вайбере в телеграм ватсапах и так далее есть в одноклассника вконтакте сейчас есть группы в потоке точка ком таким образом можно сказать что количество людей которые пишут там достаточно много если бы появлялись люди которые хотят написать или сделать что-то плохое они бы это писали к радости за 10 лет рождения школы таких людей немного но если такие люди они всегда будут находиться всегда будут находиться люди которые будут иметь другую точку зрения конечно же всегда будут находиться люди которые будут иметь другую точку зрения почему я это говорю необразованность вы представляете когда человек говорит нет никакой эзотерики не бывает но везение существует до одним везет сильнее другим нет это бывает бывает но если везение существует разве это не является эзотерикой или человек говорит нет этого не может быть как ты мне сможешь доказать вот смотрите вот сейчас рядом с вами нет же рояля и пианино но нет же правильно но это же не значит что музыки не существует музыка же существует несмотря на то что рядом с вами нет музыкального инструмента вот рядом с вами нет музыкального инструмента и человек говорит докажи что музыка существует как вы докажете и вы ему начнете свистеть он скажет это свист начнете петь он скажет это ужасно если это музыка то я не хочу знать больше музыки но музыка же бывает разное она может быть прекрасная духовность подразумевает доброту и человечность если человек выбирает себе духовного наставника и учителя то должен обратить внимание обвиняет ли этот человек ругает ли он людей запугивает внушает кричит использует методы манипуляции в случае если это присутствует то тогда такой человек вам не нужен также я объяснил почему я убираю руководителей сангая я начал рассказывать о том что человек должен заниматься бизнесом должна быть семья и человек должен являться примером если человека есть бизнес после этого человек бросает этот бизнес приходит школу начинает вести сангая принимает людей и делая на этом бизнес то мне такой человек в школе не подходит почему необходимо брать пример со своего учителя ваш учитель работает у него есть бизнес несколько направлений бизнеса при этом он проводит дополнительно встречи он делает это бесплатно а также проводит платный сангая почему люди болеют онкологии я сегодня сказал как бы одно из направлений того что человек может болеть онкологии заключается в том что этот человек может быть очень светлым человеком и для того чтобы не быть таким светлым нет необходимости стараться проявлять свою человечность доброту максимально проявляя ее во внешнем мире когда вы находитесь как рыбы выпрыгивая на глади темного озера то есть когда вы едете в маршрутке не нужно там и спасибо и пожалуйста и там я вам помогу и давайте то есть вы этим мешаете себе и можете очень-очень разрушить себе судьбу человек не должен быть абсолютным проявлением духовности и доброты удерживайте ее от внешнего мира проявляйте ее в своем внутреннем мире и по отношению к своим близким максимально дальше победители не судят поэтому если вы бежите с мечом вы имеете право на столкновение извиняться при этом некогда живите так жизнью если у вас есть ваша игра и вы тот кто должен забить гол то в случае если вы кого-то обидели не обращайте на это внимание вы добиваетесь своей целью цели эта цель всегда во время того когда человек бежит забивать гол ему некогда извиняться далее все кто жалуется на жизнь у этих жизнь у этих людей жизнь всегда ухудшается потому что существует принцип заклёвывания не нужно жаловаться все в жизни связано совестью она мучает людей даже если вы в это не верите также сегодня сказал о том что начало эзотерики начинается с расслабления удовольствия так как именно в этот момент в человек и начинает поступать психическая энергия товарищи таким образом я могу сказать что сегодняшний вебинар у нас получился надеюсь он вам понравился если вам понравился данный вебинар вы можете после того когда вы посмотрите данный вебинар спустя пять минут нажав на кнопку нажав на кнопку youtube перейти на мой официальный канал youtube андрей дуйко официальный канал прямо под этим видео написать благодарность для меня написать андрей андреевич большое спасибо за данный проведенный вебинар или написать там свои успехи в школе или подписаться на мой канал или поставить значочек звоночка как бы лайкнуть и подписаться на мой канал для чего для того чтобы в дальнейшем быть постоянно в в курсе тех событий которые есть в нашей школе знать о последних новостях также хочу сегодня пользуясь случаем на правах рекламы сказать о том что вышла сейчас новая книга моя новая книга она называется 100 медитации андрей дуйко я попрошу сейчас татьяну она мне принесет есть у нас сейчас вот так выглядит это медитация а теперь а теперь вы мне напишите цифру и я прочитаю какую-нибудь игорь скажи цифру 12 на странице 12 я сейчас прочитаю вам медитацию которая там будет указано и так медитация везения белое и черное это на странице 12 ну конечно я хочу начать со своей любимой медитации везения как сейчас помню что как только я начал своей жизни и выполнять не сразу начал очень вести с деньгами в жизни при парковке машина обязательно находится пустое место как бы ожидая только меня хотя до этого было все занято это многократно вызывало бурю восторженных отзывов близких ко мне людей также очень часто мои сотрудники бизнес-партнеры были удивлены необыкновенно или необычно удачливым предпринимательством как-то получалось что мне всегда доставались билеты на поезд или на самолет даже когда их у ни у кого не было я выигрывал тендера в городских советов подписывали заявление и просьбы которые подавались мной или моим к или моей компании конечно же может сказать что это обыкновенное совпадение но это не так причина этого была одна тайная практика которую я стараюсь периодически выполнять своей жизни следуя по пути самопознание духовного роста и так медитация везения должна совершаться при помощи определенного дыхания которому подключается представление определенного образа на вдохе представляем что внутри всего тела пустота черного цвета а на выдохе представляем что вокруг нашего тела мы видим яркое белое сияние когда человек представляет внутри своего тела пустоту и темную полость то это создает условия вакуума не напрасно будда гаутама в золотой лотосовой суд и говорил о том что для наполнения сосуда его необходимо предварительно опустошить таким образом когда мы представляем что внутри тела и в голове пусто мы освобождаем свое сознание от концепции которые заставляют нас думать по-старому не позволяя в нашей жизни что-либо изменять создавая своего рода вакуум для появления новых творческих несвойственных нам идей когда мы представляем внутри груди пустоту мы избавляемся от концепции наших чувств которые скорее всего уже умерли мешают нам нормально жить и по-новому чувствовать а когда мы представляем своем животе пустоту то избавляемся от ненужных нам заболеваний и переживаний связанных с проблемами здоровья когда мы представляем сияние вокруг себя то мы таким образом включаем магнит событий внешнего мира который должен наполнить наши опустошенные сосуды и вну с внутреннюю пустоту выполнять данную медитацию необходимо в хорошем настроении желательно в первой половине дня делать ее необходимо с открытыми глазами несколько раз не страшно если во время медитации вы несколько раз теряете сосредоточения важнее что вы хоть иногда попадаете в состояние представления и у вас хотя бы несколько раз получается представить данную медитацию можно также выполнять даже во время вашего путешествия или даже во время езды за рулем ну вот такая получилась у нас медитация в данной книге она называется 100 медитаций андрей дуйко описаны мной выполнение 100 медитаций очень интересная получилась книга почему я ее написал я могу это прочитать современный мир очень отличается от того мира в котором раньше жили люди в новом мире человеку уже не нужно с утра до вечера работать и выживать у человека появилось больше свободного времени уже сейчас есть люди которые устали от социальных сетей компьютеров вообще от информационного мира все чаще и чаще мы начинаем просто закрывать глаза и сидеть закрытыми глазами наверняка каждый из нас пробовал это делать хотя бы раз в своей жизни и вот в этот момент когда мы закрываем глаза вдруг начинаем понимать а что же дальше наше сознание привыкшие к анализу и созиданию устает от бездействия или даже сходит с ума и такая вот стихийная медитация переходит либо в сон либо в итоге в головную боль данная книга это мое желание указать вам путь того что можно предпринять в тот момент когда ваши глаза закрыты медитация может быть очень интересным событием нашей жизни для чего необходимо человеку заниматься медитации медитация это возможность самопознания человеком своих возможностей при помощи медитации мы можем изменить свой внутренний мир отношения к себе изменения могут быть также во внешнем мире и это тоже под силу человеческому сознанию в данной книге я хочу предложить ряд медитативных практик которые существенно изменили мою судьбу изменили судьбы уже сотен тысяч последователей моего направления эзотерической школы кайлас на и медитации это длительный путь моей жизни изучения многих эзотерических направлений учений философии это сублимированное восприятие через призму абсолютного упрощения и выявления зерен среди плевел настоящих знаний ну что же давайте начнем путешествовать в этот неизведанный мир медитативных формул от андрея дуйко вот приобрести данную книгу вы можете на моем сайте на котором вы сейчас находитесь дуйко точка гуру перейдя или нажав на кнопку атрибутика и талисманы которые вы видите над данным видео с вами был андрей дуйко до свидания ура а а а Редактор субтитров А.Семкин